Всем привет! Меня зовут Александр Рогов. Это великолепный Юрий, Юрий Александрович. Добро пожаловать на Рогов Лайв. И прямо сейчас, сегодня, в эту секунду, незамедлительно, вас ждет что? Юр, что всех ждет? Ну что? Давай говори. Мы же репетировали. Вас всех ждет обзор луков подписчиков. И чтобы вам было максимально интересно, максимально нескучно, в комментариях вы можете обсуждать мой сегодняшний образ. Юр, давай садись сюда. Сидеть. Сидеть. Молодец. Очень хороший пес. Я вам расскажу, во что я одет. На мне джинсы и кардиган от бренда Ватман Вэтмо Витименс. Кардиган, кстати, посвящен Курту Кобейну. Кардиган такой, знаете, как будто бы молью поеденной. На мне носки, которые я купил в Аркете. На мне кеды Гуччи. Майка Рогов. Такую майку можно купить на rogovshop.ru или в магазине нашем на шлюзовой 2А. На мне кепка Амери. Брошь от бренда Maison Margiela. А вот это брошь от бренда Yves Saint Laurent. Вот. Все. Все запомнили. Давайте можете лук мой обсуждать, комментировать и даже отгадывать, сколько он стоит. Потому что сколько стоят ваши луки, я тоже сегодня отгадывать буду. Юр, ты уступишь мне место? Уступишь мне место? Давай. Давай, голос. Понятно. Иди вниз. А я сюда. Устраиваюсь поудобнее и буду болтать. Давно я не болтал. Сегодня у нас снова много участников. Столько я получил фотографий под моим постом в Telegram. Это для тех, кто не знает, как же принять участие в обзоре луков подписчиков, подписывайтесь на меня в Telegram. Ждите пост-анонс о том, что мы готовим съемку обсуждения луков подписчиков. Под этим постом нужно разместить фото в своем луке, написать стоимость каждой вещи и стоимость общую. Зачем общая стоимость нам нужна? Потому что это не просто обзор ваших луков, это еще и викторина. Я угадываю, сколько лук стоит. Теперь у нас небольшие изменения. Я пытаюсь отгадать, стоит ли лук больше 10 тысяч рублей, до 10 тысяч рублей, больше 30 тысяч рублей, ну и так далее. Ну, в общем, все поймете. Давайте начнем. И по традиции мужской лук будет первым. Мальчики не уступают девочкам. Так, ну вы знаете, это прикольный лук. Здесь пальто цвета camel, красная балаклава очень прикольная, черная сумка, укороченные брюки, кеды. Два мяча, кстати, мне кажется, русский бренд. И такой свитер, кстати, чем-то на мой сегодняшний похож, или похож даже на свитер Сергея Бодрова. Ну что, классный лук. Особенно мне нравится вот эта штора, красная дверь какая-то. Уж не знаю, где этот снимок сделан. Но я бы ничего не менял. Мне кажется, что этот парень максимально органичен в этом наряде. Он любит немножко пофриковать. И возможно, этот лук самый простой из его арсенала. Сейчас отгадаю, сколько этот лук стоит. Я думаю, что этот лук стоит до 20 тысяч рублей. От 10 до 20. Итак, на моем подписчике. Балаклава, связанная своими руками. Пальто Асос за три тысячи рублей. Жилет под пальто тоже Асос за полторы тысячи рублей. Брюки 8 секунд за три тысячи рублей. Кеды два мяча за 5900 рублей. Сумка из сэшки, видимо из секонд-хенда, примерно за тысячу рублей. И общая стоимость лука примерно 13 тысяч 400 рублей. Продолжаем. Еще один мужской лук. И мне он очень нравится. Я уж не знаю, что здесь делает дело. Пионы или такое классное цветовое сочетание бледно-розового, денима, бежево-серого. Но я точно могу сказать, что это очень классный лук. И парням, которые смотрят этот выпуск, очень рекомендую на этот образ обратить внимание. И если розовый для вас слишком феминный оттенок для одежды, то вы можете розовую футболку заменить, например, на застиранную бежевую. Я сейчас не застиранность по текстуре имею в виду, а цвет такой застиранный. Может быть, кипенно-белая подойдет. Или, например, майка-алкоголичка, как на мне, с не очень глубоким вырезом. Лук супер. Очень классно собрано все по фасонам. Классно затрапирована футболка. Классно, что чуть-чуть видно куртку. Кстати, классный приемчик куртка. Под пиджак. Пиджак оверсайз, небрежная гулька, очки я еще вижу, ручка в руках, конечно же, это очень важно. Мне нравится. И кеды New Balance тоже очень хорошо здесь выглядят. Классно, что у них такая бежевая подошва, и она очень здорово подходит под брюки. Супер. Мальчики, дарите девочкам цветы. Смотрите. Сначала с ними фоткаетесь, потом дарите. Я считаю, что этот лук стоит... Там еще футболка, мне кажется, монохром. Если настоящая, то она не дешевая. Дороже 30 тысяч рублей. Супер. Лук за 30 тысяч рублей. Все вещи идеальные. Их точно можно и нужно носить. И не только в таком сочетании. Лук. Супер. 30 тысяч рублей. Подходит. Итак, на моем подписчике пиджак из секонд-хенда за 500 рублей. Джинсовая куртка бежка за 2000 рублей. Лонгслив монохром за 8500 рублей. Брюки weekday за 4000 рублей. Кроссовки New Balance за 15 тысяч рублей. И букет кринжулька. У кого ты его отобрал, друг мой дорогой. И общая стоимость лука 30 тысяч рублей. Ой. Этот лук тянет на фаворита сегодня. Во-первых, мне очень нравятся ощущения от фотографии. Как будто бы за этим человеком следят. Мне нравится, что это фото сделано на улице. Это значит, что вы не просто примерили это где-то, сфоткались и убежали, а вы действительно так ходите. Я здесь вижу черный классный тренч. И мне нравится, как он застилизован, как он обыгран. Как в лукбуке The Row. Здесь вот эти палеты не пристегнуты. Они отстегнуты и просто болтаются. Выглядит это очень классно, очень небрежно. Под этим тренчем серый пиджак, галстук. Галстуки один из трендов сезона. И мне нравится, что с этими классическими вещами замиксованы очки в спортивном стиле. Я даже вижу какую-то там еще затейливую сережку в ухе. Очень классная стрижка с такой короткой, дурацкой немножко челкой. И вот здесь так вздернуты немножко пряди. Вообще супер. И казаки. Кстати, казаки не дешевые. Это Calvin Klein. Я вижу это по красно-синей полосочке. И черные брюки со стрелками. Супер. Что там в руках? И какой-то клатч, ридикюль в руках. Мне нравится. Это хорошо. Это прям очень достойно. Я не уверен по поводу рубашки с галстуком. Это все-таки придает нарядности. Я не знаю, куда этот молодой человек идет. Но сейчас не знаю обстоятельств. Это классно. Это прям такой стрит-стайл лук. Может быть, даже не с недели мода, а может быть, с выставки Пити Уомо. Но тогда не хватает либо шапки Бинни, либо кепки какой-нибудь вот с такими брошками. Или, может быть, шляпы. Да. Это классно. Пытаюсь отгадать, сколько стоит лук. Но если эти ботинки Calvin Klein куплены, они даже на какой-то распродаже тысяч за 15. Все остальное не очень дорогое или винтажное. Я считаю, что лук стоит дороже 30 тысяч рублей. Тысяч сорок. Класс. Но, видимо, здесь самое дорогое – это обувь. Класс. Мне очень нравится. Итак, на моем подписчике очки Oblick Oblick за 900 рублей, рубашка Zara за 1000 рублей, винтажный пиджак, который не видно за 500 рублей, винтажный тренч, который видно за 400 рублей, галстук Made in Italy неизвестного бренда за бесплатно, Ridicule Clutch Diesel Black Gold за 7000 рублей, брюки со школьных времен примерно за 2000 рублей, казаки Calvin Klein за 12500 рублей. Итого, общая стоимость лука – 23 900 рублей. Прервемся ненадолго. Скоро вы продолжите рассматривать луки подписчиков, то есть ваши. А прямо сейчас я хочу вам показать луки, которые я заказал для вас на сайте La Redoute. La Redoute – это французский бренд с огромной историей. Он на рынке уже около 180 лет. Представляете, если раньше надо было открывать каталог в печатном виде, чтобы рассмотреть актуальную коллекцию, то сегодня можно шопиться онлайн на сайте или в приложении. Кроме трендовой повседневной одежды, в ассортименте La Redoute вы сможете найти редкие для обычных магазинов коллекции, одежду для беременных и молодых мам, вещи плюс сайз и, внимание, мужскую одежду, с которой сейчас все непросто. Также в La Redoute есть уникальная услуга. Вы можете оставить заявку на подбор образов к определенной вещи или к какому-то конкретному случаю, и мои коллеги-стилисты вам обязательно помогут. Итак, что же я выбрал на La Redoute? Смотрите, первая вещь, от которой я в полном восторге – это замшевый тренч. Внимание, не мнимый замшевый тренч, а тренч из натуральной замши. Он мягкий, классный, в стиле 70-х, и такой тренч можно надеть либо на голое тело. Ну ладно, внутри может быть платье на тонких бретельках, платье слип-дресс. Можно, например, с туфельками на каблуках, с казаками. Замшевые казаки тоже на La Redoute продаются. Или этот тренч можно миксовать с простой белой футболкой, джинсами и белыми кедами. Образ второй – это двубортный костюм. Жакет и брюки из льна. Я знаю, что многие из вас льна побаиваются, но лен бояться не стоит. Самое главное – с утра из дома выйти в отглаженном льняном костюме. Если в течение дня он у вас будет где-то заламываться, будут появляться какие-то морщинки на ткани, ничего страшного, это нормально. Вы же в этой вещи живете. К этому костюму фиолетового цвета, это, кстати, один из трендов сезона, на La Redoute я нашел еще и металлизированные босоножки на устойчивом невысоком каблучке и замшевую сумочку на золотой ручке цепочки. И лук номер три. Честно вам признаюсь, эту блузку в мелкий цветочек из хлопка уже шу хочет забрать себе после съемки. Итак, легкая воздушная блуза с резиночками на рукавах, с такой милой трогательной ленточкой. Блуза объемного кроя. Кстати, я заказал самого большого размера блузу на сайте. И вы тоже можете заказывать себе блузу побольше, чтобы она очень красиво смотрелась и красиво струилась. Эту блузу я предложил замиксовать с джинсами в стиле 70-х с небольшим расклешением. Джинсы эти мягкие, удобные, комфортные, очень хорошая длина. И дополнить этот образ можно шлепками замшевыми с пряжками, можно добавить туда еще и носки, например, в рубчик. Ну и, естественно, плетеной из соломы сумкой-корзиной. Ссылки на эти образы от La Redoute вы найдете в описании. Обязательно загляните, думаю, цены вас приятно удивят. Но это еще не все. У меня для вас подарок. Промокод ROGOW, по которому вы получите дополнительную приятную скидку. И, кстати, если вам что-то не подошло, то вы легко можете оформить возврат в течение 90 дней после покупки. Хотя я уверен, эта информация вам просто не пригодится. Вещи классные, добротные, отлично впишутся в гардероб. Я доволен. ROGOW рекомендует. Ну, тренч реально офигенный. Я реально его распаковал, я в шоке был. Тончайшая замша натуральная. Очень классно сделан, хорошая фурнитура. В общем, La Redoute. Молодцы. Двигаемся дальше. Ой, что за мракобесие, конечно. Что за ужас. Вот смотришь образ и к нему просто не придраться. А потом смотришь следующий, а там одни придирки. Вроде бы ушанка актуальна. И вроде бы жилеты дуты тоже в моде. И куртка-рубашка в клетку тоже хороша. И даже эти кеды Palm Angels вроде бы прикольные. Но вместе просто. Джинсы слишком узкие, сверху слишком мало объема. Джинсы должны быть шире. И здесь все именно из-за фасонов, из-за объемов не работает. Выглядит супер пресно и как-то уж очень надуманно. Я, наверное, скажу нет. Я спас бы этот лук джинсами на два размера больше. Или джинсами шире фасона. Чтобы вот здесь тогда было узко, но чтобы джинсы были широкими. Потому что кеды очень массивные, а джинсы потом слишком узкие. И ножки такие сразу тоненькие. Джинсы побольше. И тогда было бы хорошо. Тем более сейчас есть два направления. Супер овер сверху и мало снизу. Либо много снизу и прям супер узко сверху. У Balenciaga в последнем шоу была примерно такая же стилизация. С такими узкими толстовочками были замиксованы широкие джинсы-трубы. Вот как-то так. Что-то я тут спасаю, неспасаемая. Еще непонятно, кто это. В маске. Чего вы на улице в маске стоите? Лук стоит... Я думаю, что он стоит даже дороже 100 тысяч. Дороже 30-ти 100%. 325. Ну, значит, здесь просто все брендовое. Итак, на моем подписчике шапка Woolrich за 20 тысяч рублей, очки Prado за 30 тысяч рублей, рубашка Off-White за 55 тысяч рублей, футболка Off-White за 25 тысяч рублей, жилет Black Barrett за 40 тысяч рублей, джинсы Хьюга за 15 тысяч рублей, обувь Palm Angels за 45 тысяч рублей, шарф Burberry за 40 тысяч рублей, сумка Disquared за 40 тысяч рублей, перчатки Stetson за 15 тысяч рублей. И общая стоимость лука – 325 тысяч рублей. Окей, поехали дальше. Боже, какая милота. Я обожаю. Кто вас фотографировал, во-первых, почему вам ноги отрезали? Вот неужели не было другой фотки, где еще видно, во что вы обуты? Мне, конечно, на первый взгляд все это не нравится, именно из-за экстерьера, из-за ситуации, что вот эту кошечку какую-то там изображаете, вас, видимо, ваш супруг со спины обнимает, который с этим образом вообще никаким образом не коррелируется. Он в базовых каких-то джинсах и в повседневной рубашке, а вы в таком платье в розах и в красных колготках. В общем, если мы сейчас вас изымем из этого снимка, то я вас даже похвалю. Мне кажется, вы смешная, мне очень нравится это платье в стиле немножко Magda Boutrim, по-моему, так бренд называется, и на вас красные колготки, что сейчас очень актуально. Помните о том, что яркие колготки – один из трендов сезона, и вы прикольная. Я бы, наверное, как-то вот волосы понебрежнее сделал, и очень интересно, во что вы обуты, но по силуэту кажется, что это черные лодочки. Вот сюда что-нибудь интересненькое добавить, и было бы классно. А платье с красными колготками – топ. Так что ситуацию какую-то другую для этого образа хотелось бы придумать, и тогда вы точно получили бы от меня пятерочку. Сколько стоит этот образ? Колготки и платья обошлись нашей героине в сумму до 10 тысяч рублей. 5400, прикиньте. Платье, правда, прикольное. Ну и колготки, видимо, мини-ми, не интеграция рекламная. Итак, на моей подписчице платье Lime за 2600 рублей, колготки мини-ми за 300 рублей, туфли B-Free за 2500 рублей, украшения, подарок и бесценный муж рядом. Общая стоимость лука – 5400 рублей. Вау. Супер. Супер. Следующий лук – супер. И даже несмотря на то, что я фэшн-зануда, я не люблю для себя образы из денима, где деним радикально отличается по цвету. Видите, здесь куртка такого голубоватого оттенка, а юбка все-таки стремится к синему цвету Navy Blue, такой невыстиранный деним. Но в этом случае все выглядит очень классно. Мне нравится эта объемная рубашка, штукова длинноватая, мне нравится, как она небрежно заправлена в юбку. Юбка просто топ, вот такие юбки миди из денима до сих пор актуальны, так что если у вас есть, носите, если нет, купите. И мне нравится, что все аксессуары черные. Черный ремень, черная сумка, черные ботильоны, такие компактные небольшие черные очки, лисички. Вот, наверное, форма очков чуть-чуть меня смущает, может быть, спортивки я добавил бы, либо какой-то максимально нейтральной формы. Эти лисички все-таки нас немножко в другую эстетику уводят, но в целом вообще претензий нет. Очень хороший добротный лук, обязательно возьмите его на заметку. И мне нравится здесь все, и поза, как вы идете, что вы смотрите в сторону, как вы поймали свет, экстерьер, вообще все супер. Итак, ставки. Я считаю, что этот лук стоит чуть дороже 10 тысяч рублей. Мне кажется, сегодня я просто фэшн-оракул. Я предсказываю цены. Прервемся ненадолго, совсем скоро мы продолжим обсуждать, рассматривать ваши луки. А пока я хотел бы поговорить с вами на серьезную тему. По данным Google, ретушь фотографий негативно влияет на психику людей, особенно на неокрепшую психику детей и подростков, вынуждая их сравнивать себя с идеальными фотографиями после обработки. Я знаю, что многие молодые девчонки просто не будут публиковать фото, если оно не прошло через детальную обработку и тонны фильтров. Однако тренды меняются. Сейчас в моде естественность. Я очень рад, что все больше звезд отказываются от ретуши в пользу своей уникальности. Ну, конечно, я понимаю, что если вскочили точечные воспаления, то морально некомфортно показывать их всему своему окружению. Поэтому обязательно не забывайте ухаживать за своей кожей. Обратите свое внимание на метрогилгель. Это средство, которое снижает рост бактерий, помогает блокировать разрастание воспаления и бережно его снимает. А благодаря метронидозолу в составе метрогилгель также способствует лечению розация. За счет своей гелевой текстуры, давайте проверим, метрогилл прекрасно ложится под декоративную косметику и не щиплет кожу. Применять его следует курсом два раза в день после умывания утром и вечером. Обязательно не забывайте заботиться о внешнем виде своей кожи, чтобы чувствовать себя уверенно. Каждый день договорились? Ну, а прямо сейчас продолжаем обсуждать ваши образы. Угадывать стоимость будет интересно. Давайте продолжим. Боже мой, что это? Я думаю, что это дорогой лук. Лук мужской. Лук человека, который увлечен модой и любит одеваться нестандартно. Мы здесь видим штаны-ватники в пятнах, очень прикольные. Куртку тоже в пятнах. Балаклаву, очень интересную, в полоску контрастную. Мне очень нравится этот пакет, сумка-пакет. И обут наш герой в прикольную обувь. Это либо доктор Мартинс, либо, возможно, это R13, что как бы тоже не очень дешево. Мне здесь в целом нравится концепт, но я, скорее всего, заменил бы куртку. Мне нравятся штаны, мне нравятся балаклавы. Они по цвету тоже прикольно пересекаются, хотя они совершенно разные по эстетике. Мне нравится черная обувь. Она подходит под черные пятна на брюках. И даже эта сумка здесь хороша. Но куртка, из-за того, что она тоже в пятнах и тоже затейливая, как будто бы спорит со всем остальным. Я предложил бы сюда либо какой-то гигантский однотонный пуховик в цвет полосочек, например, на шапке. Прям гигантский, как у меня есть Раф Симонс из старинной коллекции. Прям огромный-огромный гигантский пуховик со спортивной полоской. Либо я предложил бы сюда какой-то трикотаж, может быть, джемпер бежевый или серый, может быть, темно-зеленый. А сверху тогда какое-то тоже объемное пальто чуть ниже колена, может быть, посередину голени. И тогда здесь было бы все цельно, и акцентом была бы именно балаклава и эти брюки. А сейчас акцент и балаклава, и брюки, и куртка. Да, лук классный. В любом случае все эти вещи носибельны, просто нужно их в разные луки интегрировать. Итак, мои ставки. Этот образ стоит дороже 30 тысяч рублей. 37 тысяч. И я снова прав. Итак, на моем подписчике. Балаклава хендмейт, купленная в запрещенной сети, за 2 тысячи рублей, так подписчик пишет. Куртка Зара за 8 тысяч рублей. Штаны Бершка за 4 тысячи рублей. Ботинки Доктор Мартинс за 15 тысяч рублей. Сумка Ком де Гарсон за 8 тысяч рублей. Итого, общая стоимость лука 37 тысяч рублей. Двигаемся дальше. Ой, это просто какая-то ретро-фея. Явно профессиональная съемка. Вот это вот поза, ножку в сторону, вокруг дымка. Фотограф, конечно, поймал классное время для съемки. Единственное, что жалко, фотограф не использует лужу для отражения. Представляете, если бы ракурс и кадр был бы ниже, и мы бы в отражении тоже в полный рост увидели бы героиню. А если подзапариться, можно было бы сделать совмещение кадров. И она, например, отражается в этом луке, а стоит на самом деле в другом. Представляете, какая затея. Да. Чего мне здесь не хватает? На улице явно осень и достаточно прохладно, а здесь нет верхней одежды. Я предложил бы сюда на плечи, например, просто черный классический тренч. А если уж мы играем в ретроэстетику, очевидно, что этой девушке вся эта тема нравится. Здесь и камея на шее, и чокер, перчатки такие прозрачные, ретро-туфли. Можно даже было бы добавить какой-то ретро-головной убор. Кандибобер, например. Или тот же самый берет, наперекосяк надетый. Может быть, вуаль, кстати, в стиле Ринаты Литвиновой. Не скажу, что я фанат этого образа, но я люблю людей, которые увлечены стилем. И хотелось бы просто, чтобы все было доиграно до конца. Этот образ обошелся ретро-диве в сумму от 20 до 30 тысяч рублей. Вау, богачка, 134. И еще за фотосессию пришлось заплатить, кстати. Итак, на мои подписчицы шелковая рубашка российского бренда за 15 тысяч рублей, юбка из какого-то масс-маркета за 4 тысячи рублей, туфли D&G за 75 тысяч рублей, украшения на шее Винтаж за 30 тысяч рублей, перчатки за 1500 рублей, серьги за 300 рублей, зон Ферре за 8 тысяч рублей. И общая стоимость лука 133 тысячи 800 рублей. Так, продолжаем. Ну, мне нравится следующий лук. Ну, что тут говорить? Ну, во-первых, тут вроде бы все просто. Все черное. Черный верх, черный низ, черная сумка. Сумка в руках, кстати, Maison Margiela или сумка, похожая на этот бренд. Я уж тут не берусь судить. Я еще вижу какие-то ювелирные украшения. Мне очень нравится выбор обуви. Эти босоножки прям похожи на туфли из свежей коллекции Numero Ventuno, Number 21, с таким необычным, очень структурным графичным каблуком. Я не знаю, насколько в них удобно ходить, но выглядит классно. Мне нравится, что это заигрывание с темой перепонок, что сейчас актуально. И видим еще дополнительную перепонку через ногу, хотя она, возможно, мне кажется, лишней. Вот, мне кажется, хватило бы вот этих пухлых перепонок между большим и... А есть указательный палец на ноге? Между большим пальцем и указательным пальцем на ноге. И мне нравятся волосы такие небрежные. Вот такая позавчерашечка. Но вот прям через пару часов уже можно мыть. Мне нравится этот лук. Он хороший. Но учитывая тот факт, что я здесь вижу обувь с такими пухлыми перепонками и сумка, это тоже сумка-подушка пухлая, это очень красиво гармонирует друг с другом. Мне точно нравится. Я могу сказать, что это хорошо. У меня здесь нет претензий. Я бы ничего здесь совершенно не менял. Даже распущенные волосы меня здесь абсолютно устраивают. Если сумка от бренда Maison Marjolat, то этот лук точно стоит дороже 100 тысяч. Видали? Как я умею. 202 тысячи. Дороже 100, как я и сказал. Итак, на моей подписчице лук из маминого гардероба, в котором сумка ММ6 за 130 тысяч рублей, босоножки Жильзандер за 60 тысяч рублей, бомбер Лиуджо за 10 тысяч рублей, платье-комбинация No Name за 2 тысячи рублей, украшения моя подписчица решила не считать. Очень жаль. Итого общая стоимость лука 202 тысячи рублей. Ой, ну здесь просто фрикоза, которая прислала мне два лука. Один лук с джинсами и юбочкой с валанами, с какой-то меховой смешной шапкой. А второй лук с не менее смешными вещами, винтажными очками. Я не берусь оценивать эти луки, потому что в любом случае это фрик мода, фрик эстетика. И очевидно, что этой девушке это все нравится, и тут ничего переделывать не нужно, тут все не впопад. И слава богу, я хочу отметить тонкие брови. Вот даже у Настюшки Ивлеевой брови пока еще не такие тонкие, как у этой девушки. За тонкие брови лайк абсолютный, за стрижку с короткой челкой в стиле двухтысячных лайк абсолютный. И вообще все это про двухтысячные. Стилек этот называется Y2K. Y2K, если вы не знаете, что это такое, бегите в мой телеграм-канал, ищите ответ на этот вопрос. Ну, в общем, это про нулевые, про двухтысячные. Классно. Луки стоят 3 рубля. До 10 тысяч рублей. Я угадал. Первый лук 10100, второй лук 7100. Это точно любительница винтажек, это точно любительница секонд-хендов, и она большая молодец. Ищет себя недорогими способами. Итак, на первом луке моей подписчицы шапка из секонда за 200 рублей, винтажные мамины очки, видимо, бесплатные Vogue, часы чокер из секонда за 200 рублей, топ из фикс прайс за 200 рублей, перчатки-митинги кастом из старой кофты Бербери плюс черный тюль, юбка из секонда Pinkie Pie за 500 рублей, джинсы из секонда Snickers Museum за 2000 рублей, какие-то бренды, я даже их не знаю, сапоги Mustang за 6000 рублей, сумка-багет с авито не больше 1000 рублей, и меховой шарфик, который достался моей подписчице от бабули, и общая стоимость лука 10100 рублей. На втором луке моей подписчицы ветров кабинетон винтаж 2000-х из детского гардероба моей подписчицы, топ из фикс прайс за 200 рублей, штаны карго с удельного рынка за 600 рублей, папин ремень дизель, видимо, бесплатный, чокер с Алиэкспресс за 200 рублей, мамина сумка Луи Виттон из 2000-х тоже бесплатная, очки купленные у дядьки около метро за 100 рублей, сапоги Mustang за 6000 рублей, кольцо Kate Snap, подарок, общая стоимость лука 7100 рублей. Ой, человек без лица. Интересно, это на фотошопе убрали лицо или так тень классно упала? Мне кажется, на фотошопе, потому что фонарь светит немножко с другой стороны и часть лица должно было бы быть видно. Я считаю, что этот человек автор этой куртки, во-первых, и в целом к луку у меня глобальных претензий нет. Ну, такой дарк фэшн, все черное, куртка анорак, кстати, один из трендов сезона, что в мужской, что в женской моде. Анорак – это куртка, которая расстегивается не до конца, имеет на грудный карман и капюшон, карго. Но мне опять вот здесь объема не хватает. То ли брюки должны быть больше в два раза, прям шире, то ли куртка должна быть больше и шире, вот именно к низу. Потому что сейчас все как-то очень ровно и нет игры объемов. А так, ну, норм. Лук стоит до 10 тысяч рублей. Ну, я считаю, что так можно было бы одеться и до 10 тысяч рублей. Итак, на моем подписчике анорак с непроизносимым названием Ксилис Кокс Клоусинг собственного производства. Водолазка так же, как и анорак, Силис Кокс Клоусинг, цена не указана, футболка за 2500 рублей, штаны ноунейм за 2000 рублей, обувь Бальман 60 тысяч рублей и общая стоимость лука 64 тысячи 500 рублей. Боже! Во-первых, театралка. Это уже хорошо. Кстати, ходите ли вы в театр? Что вам нравится смотреть? Какую постановку в последний раз вы видели? Пишите в комментариях. И напоминаю, подписывайтесь, комментируйте. Это очень важно. Нам нужны просмотры. Они мотивируют, и мы продолжаем снимать для вас дорогущий контент. Так, театралка. Я могу похвалить только факт того, что это театралка. И улыбку. Все остальное просто какое-то старперство. Но что это за шаль, намотанная пять раз на руки? Что это за платье какое-то неказистое? Ну, колготки черные, полупрозрачные, тоже хорошо. Никогда в хозяйстве не помешают. Ботиночки какие-то из 17 века. Ой, ну нет. Нет, это все, конечно, вообще не туда. Очень красивая девушка, но это все вообще не туда. Может быть, цветовая гамма вполне ваше, такая осенняя. Такие золотистые оттенки, здесь коричневые. Но если только шаля, то взять, рук смотать и надеть с чем-то другим, но явно не с этим совершенно невнятным платьем. Я еще не понимаю, что тут люрекс, что ли? Какое-то люрексное платье, заказанное по каталогу. Но если это еще и стоит, дороже 30 тысяч, я очень сильно расстроюсь. Я считаю, что лук стоит до 10 тысяч рублей. Я слышу сначала 2100, думаю, боже, слава богу, 2100 рублей, хотя бы деньги не потратил. 2100 евро! Но это вот тот случай, когда ни одна из вещей не работает. И дело не в том, что по вашей вещи должно быть видно, что она дорогая. Дело в том, что ваша вещь не должна выглядеть дешево. Вот и все. На пальто недорогом замените пуговицы, купите пуговицы в магазине фурнитуры. Наденьте одежду, которая никогда не выйдет из моды, будет всегда выглядеть аккуратно, актуально и универсально. Ну что это за платье? Что это за шаль? Да ну. Ну только вот улыбка из моды никогда не выходит. Я прям вообще... Итак, на моей подписчице платье Миссони за 1100 евро, шаль Миссони за 780 евро, колготки Фальке за 25 евро, туфли Замшевы Алла Пугачева за 200 евро, клатч 50-х годов прошлого века из лакированной кожи достался моей подписчице от бабушки. И общая стоимость лука 2100 евро. Сколько это в рублях? Так, у нас здесь человечек, которого я знаю лично, смешной такой товарищ, любитель моды тоже, почему-то в балаклаве и буду сейчас ругать, вообще все здесь не сочетается, кепка мала, балаклава непонятно зачем, футболка только хороша, какие-то классические ботинки, я понимаю, про что хотелось сделать лук, про такую советскую немножко эстетику и добавить немножко бомжатины и небольшие отсылки к Канни Уэсту. Но здесь ни Канни Уэст не получился, ни советская эстетика не срослась, чего-то здесь явно не хватает, как минимум одного элемента, который все объединил бы. И даже если балаклаву оставлять, то точно не с этой кепкой дизель, и вообще дизель уже как-то выглядит немножко отстойно, как будто бы погремела и прекратилась. Нет, троечка за лук, вещи по отдельности может быть ок, но вместе все это вообще не повторять. Итак, образ стоит дороже 30 тысяч рублей, 100%, просто ручаюсь. Ну вот, я был прав, дороже. А смысл в чем? Итак, на моем подписчике кепка дизель сломоды за 2500 рублей, маска PKD за 700 рублей, футболка Рибок за 3000 рублей, штаны Адидас за 5500 рублей, ботинки Труссарди по скидке за 23100 рублей, общая стоимость лука 34800 рублей. Так, еще одна любительница Y2K, это эстетика нулевых, при этом очень интересная игра с объемами, необычные очень джинсы, клешоные, объемные, вопрос, как в них ходить по улице, вообще, как эта девушка передвигалась по улице, потому что ботинки просто начищенные, чистейшие, джинсы широкие, с расклешением, там еще какая-то баска присобачена, типа какой-то юбки, как будто бы это кусок куртки с кармашком, два контрастных ремня, один ковбойский, один красный, я как просто, как дурак, сижу, описываю, что я вижу, как акын, что вижу, то пою, жилеточка на булавках, кстати, вместо пуговиц, очень прикольно, кстати, давно этого не видел, отдельные трикотажные рукава, все сейчас про гетро говорят о том, как они актуальны, как они в моду входят, а это правда, а здесь трикотажные рукава, давно этого не видел, и прямо сейчас вернулся в свою юность, чокер красный, как будто бы из куска этой куртки сделан, очки моей самой любимой формы, я за ними гонялся, еле купил, точно не болинсяга это вижу, это, скорее всего, реплика, вот эти зеркальные очки, и прикольная сумка с пирсингом, вообще мне все нравится, и мне очень нравится само фото, что мы здесь видим вагон, вагон по цвету пересекается с этим луком, здесь есть красные полосы, синие полосы, и все это гармонирует вместе, вообще офигенно, класс, в общем, мне нравится, ничего менять не хочу, хочу лишь сделать ставку, сколько этот лук стоит, и я считаю, что этот лук стоит, блин, джинсы какие-то прикольные, непонятно, то ли они дешманские, то ли они дорогие, этот лук стоит дороже 30 тысяч, вау, вот это топ, 12 тысяч рублей, вы одеты круто, что даже рогов носа не подточил, лук правда дороже выглядит, и мне очень нравится, что вы чувствуете эту эстетику, и, кстати, давайте еще раз затронем тему Y2K, потому что она круто выглядит, вот эта стилизация в стиле нулевых, на тех, кто в то время не жил, то есть если я сейчас оденусь в стиле нулевых, это будет странно, я понимаю, что сейчас я тоже странно оделся, но так или иначе, очень классно выглядит все это на зумерах, они тогда этого не видели, они этого не знают, для них все это в диковинку, все это в новинку, это как для нас 70-е, это что-то необычное, или 60-е, вот для них эстетика нулевых, это что-то супер свежее, конечно, случилось это все не только благодаря сериалу «Эйфория», но и в целом благодаря тому, что мода всегда хочет чего-то свежего, и вот этот цикл замкнулся, и нулевые снова вернулись, через пару лет наверняка мы про 50-е с вами снова заговорим, хотя не знаю, что там будет. Итак, на моей подписчице джинсы «Лук онлайн» за 1799 рублей, сапоги «Савита» за 2000 рублей, очки «Бершка» за 1500 рублей, сумка «Зара» за 3000 рублей, ремень «Страдивариус» за 1500 рублей, юбка, которую моя подписчица сделала сама из джинсовки из «Секонда» за 1000 рублей, рукава отрезанные от водолазки из «Бершка» за 1500 рублей, жилетка «Чокер» красный ремень, части старого кожаного тренча достали бесплатно, и общая стоимость «Лука» 12299 рублей. Давайте продолжим. «Зебра, зебра, откуда ты такая взялась?» Знаете, что мне нравится в этом луке? Как джинсы уходят в сапоги, не видно практически вот этой границы, и выглядит все это, как сапоги-джинсы от «Дизель». Вот это супер. Но все остальное... Ну, жакет окей, можно к нему не придираться. Я, кстати, не понимаю, он кожаный или просто ткань чуть-чуть блестит. Футболка с губами. Ну, как будто бы ок. Ну, знаете, какую я футболку сюда добавил бы? Футболку с лого «Роллинг Стоунс». Это открытый рот с языком. Было бы классно, потому что это стилизованный принт, там еще какие-то ромашки непонятные. Зачем здесь ромашки? А там зебра. Зебра ромашку не любит, а ромашка зачем-то с зеброй не сочетается. Пояс здесь Ральф Лорен. Но, возможно, его можно было бы оставить. Тоже такая пост-ирония. Но футболку точно заменить. Вот меня здесь бесит футболка 100%. И мне не нравится эта сумка. Выглядит чипово. Хотя, возможно, это какая-нибудь условная фурла и стоит, ну, таких приличных денег. В общем, хвалю за джинсы и сапоги. Просто офигенное совпадение. Очевидно, что эти вещи из разных магазинов. И они очень классно взаимодействуют друг с другом. Этот лук стоит дороже 30 тысяч рублей. Оракул снова прав. 113 600. Итак, на моей подписчице футболка Маркус Люпфер за 4 500 рублей. Кожный пиджак Ice Play за 48 тысяч рублей. Джинсы Mango за 2600 рублей. Сапоги Free People за 13 500 рублей. Ремень Polo Ralph Lauren за 15 тысяч рублей. Очки Saint Laurent за 15 тысяч рублей. Сумка Valentino за 26 тысяч рублей. Все куплено в США на сейле. Итого общая стоимость лука 113 600 рублей. Я выбрал этот лук не потому, что он модный какой-то невероятно. Потому что он просто симпатичный. Классное платье с асимметричным подолом. Мне очень нравится какая-то здесь драпировка. Очень интересно, кстати, что это за платье. Мне нравится кожаный жакет. И он, кстати, выглядит как-то достаточно добротно. И очки по цвету подходят к платью. И сапоги черные ушли внутрь подола. Сумка только вот какая-то прям совсем попсовая. Хотелось бы сюда что-нибудь такое, знаете, помоднее. Потому что платье, несмотря на подол, нейтральное. Жакет нейтральный. Очки нейтральные. Сапоги нейтральные. И вот хотелось бы сюда какую-то сумку. Может быть... Сейчас не пугайтесь только того, что я это говорю. Может быть, например, даже... Шу, пожалуйста, закрой уши. Клач Bottega Veneta Poach. Который на пельмень похож. У меня в коллекции. Я до сих пор, кстати, его еще не продал. Есть клатч такой, только его мужская версия. С плетением фирменным Bottega. Он как раз коричневый. Вот сюда хочется что-нибудь поострее, чем просто фоновая черная нейтральная сумочка. И было бы супер. Вот. И еще мне нравится, как с ржавчиной на стене сочетается это платье. В общем, симпатичный лук. Вот это тот случай, когда можно повторять. Возьмите на заметку. Можно усложнить его чуть-чуть еще ремешком, чтобы деталь какая-то на талии появилась. Очень-очень неплохо. Такой телелук для шоу о преображениях. И, кстати, напоминаю вам, что на СТС каждое воскресенье в 9 утра выходит наше шоу Рога в деле. И, кстати, секретик. Мы снимаем выпуски обзоров луков подписчиков в том же самом павильоне, где снимается Рога в деле. Вот я чувствую вот эту ауру здесь. Вот я ее чувствую. Давайте отгадаю, сколько стоит этот образ. Мне кажется, он стоит до 30 тысяч рублей. Это значит дороже 20. Короче, если бы я не говорил до 30, а сказал бы только дороже 20, то я бы угадал. Очень неплохо потраченная сумма денег, потому что все эти вещи хороши как вместе, так и по отдельности. Итак, на моей подписчице очки Ray-Ban за 10 тысяч рублей, платье Lime за 2 тысячи рублей, кожаный пиджак из Снежной Королевы за 10 тысяч рублей, сумка Econica за 5 тысяч рублей, обувь Dior Arim за 5 тысяч рублей. Общая стоимость лука 32 тысяч рублей. Идем дальше, и мне кажется, наступает режим ускорения. И мы сейчас с вами обсудим фрикозу с подземной парковки. Эта фрикоза супер. У меня в случае такого стайлинга нет вопросов. И куртка спортивная, и юбка в клетку, и какая-то этническая винтажная сумка, и блузка бабушкина с круглым воротничком, и бусты там янтарные, и челка-то там вот тут заканчивается или вот тут начинается, и еще и офигенная обувь, яркие колготки – супер. Вот это не повторять опасно, это очень индивидуальный подход к стилю, но это супер. Но такое иногда говорит либо о уникальном вкусе, либо наоборот, о его отсутствии, и человек просто как бы не парится, надевается, что видит. Я хочу верить в то, что это персональный все-таки стиль и какой-то особенный вкус. Этот лук стоит до 10 тысяч. 11 тысяч. 11. Итак, на моей подписчице куртка Умбро из Секонда за 1500 рублей, мужская худи H&M за 2500 рублей, бабушкин бусы, колготки, которые бабушка подарила, юбка Бифри за 2000 рублей, ботинки Бержка за 5000 рублей, сережки моя подписчица сделала сама из глины, а сумку купила 8 лет назад в Казахстане. Сколько она стоит, моя подписчица уже и не помнит. Итого, общая стоимость лука – 11 тысяч рублей. Так, хороший лук мы сейчас с вами видим, серо-бежевое пальто, такая сумка жесткой формы, черные брюки. Но это правда хорошо, но это так надоело, это так скучно, это просто уже совершенно неинтересно. Но если у вас вообще нет вкуса, вы ни черта не соображаете, это хорошо. То есть просто пальто-халат, просто хорошие брюки, сумочка, неважно какой формы, главное, чтобы она была максимально нейтральной, без лишних элементов. И начищенная, чистая обувь, все хорошо. Ну и здесь, конечно, симпатично все по цветам пересекается с фоном, на котором находится эта девушка. Ну, нормально. Ну, нормально. Сумка, конечно, делает вид, что она крокодиловая, если она крокодиловая, то этот лук стоит больше миллиона рублей, но мне кажется, что этот лук стоит дороже 30 тысяч рублей. Ну все. Модный оракул устал, я перестал отгадывать цены. Ну, 22,200 потрачено неплохо. Итак, на мои подписчицы пальто H&M за 3 500, пиджак Zara за 5 тысяч, лонгслив Zara за 500, блюки Lime за 2 тысячи, обувь Asos за 5 тысяч, сумка Vitacci за 5 тысяч, очки H&M за 1 200, бижутерия с Алиэкспресс за тысячу. Все это в рублях. Итого, общая стоимость лука 22 тысячи 200 рублей. Ой, мехрютка какая смешная. Ну, мне кажется, это милый такой бомжатский, в хорошем смысле слова, европейский лучок. Девушка особо не парилась, но при этом есть такой свой стилек. Мне нравятся волосы кудрявые, мне нравится этот бомбер, что он достаточно объемный. Как-то по-дурацки немножко рукава торчат из рукавов бомбера, рукава толстовки. Ну, бог с ними. Зипка, вот эта юбка в клетку, грубые боты, розовая сумка, не пойми к чему. Ну, вот эта ушанка. Шу, кстати, у тебя похожая ушанка, мне кажется, была. Ну, нормально, это прикольно. Это в любом случае интереснее разглядывать, чем лук предыдущий. Лук недорогой до 10 тысяч рублей. Ну, не угадал, не угадал. Итак, на моей подписчице шапка Accessorize за 500 рублей была куплена 15 лет назад. Бомбер Селла за 5 тысяч рублей. Худи H&M за 1500 рублей. Юбка No Name из фамилии за 1200 рублей. Сумка Replay за 10 тысяч рублей. Ботинки Pull&Bear за 3000 рублей. Итого, общая стоимость лука 21 тысяча 200 рублей. Так, еще один лук с юбкой из денима длины Макси с высоким разрезом. И в прошлом выпуске я ругал участниц за светлую обувь. Но вот эти ботинки ругать я не буду, потому что они совсем другие. Кожа плотнее. Здесь классные кожаные шнурки. Похожи эти ботинки немножко на обувь от бренда Zero. Но вполне возможно, это иконика. Я в иконике в магазине что-то похожее видел. Стоит это значительно дешевле, чем Zero. Но понятно, чем иконика вдохновляется. Иконику люблю. One Love просто лучшая обувь на российском рынке сейчас. Мне очень нравится эта дурацкая пушистая шуба. Прям супер. И сумка-подушка хороша. Кстати, подушки один из трендов... Подушки, это правда, один из трендов сезона наступающего. Или следующего. Это осень-зиму показывали. Следующего. И дело не только в том, что сумки выглядят как подушки. Подушки пришиты были на одежду. Одежда выглядела как подушки или одеяло. Поэтому эту сумку точно утверждаю. Мне вот хочется какой-то чуть более сложный верх. Вот здесь просто трикотажная кофточка какая-то, кстати, неплохая. Но вот хочется что-то поинтереснее. Если на улице, конечно, холодно, то тоже что-то плотное. Но если прям про стайлинг говорить, я бы добавил либо просто футболку, либо даже какую-то майку-алкоголичку. А может, не добавлял бы, может, тоже нормально. Кстати, что вы думаете? Пишите в комментариях, как вам этот лук. Мне в целом прям нравится. Лук стоит дороже 30 тысяч рублей точно. О! У-ху! О! Оракул проснулся. Итак, на моей подписчице ботинки Econica за 10 тысяч рублей, юбка Love Republic за 4 тысячи рублей, ремень Lime за 2 тысячи рублей, джемпер H&M за 2200 рублей, шуба H&M за 12 тысяч рублей, сумка Ushatava за 5 тысяч рублей, украшения за 800 рублей. Итого, общая стоимость лука 36 тысяч рублей. Так, знаю я этого товарища. Работник бренда «Дорога в шоп» сейчас попадет под раздачу. Зовут его Даниил Фурс. Кстати, к сожалению, имен участников обзора луков подписчиков я не знаю, потому что теперь фотографии мы собираем в Телеграм, и там очень часто не видно, как кого зовут, поэтому прошу прощения. Давайте в комментариях под этим видео знакомиться. Общайтесь друг с другом, ставьте лайки друг к другу и пишите комментарии. Итак, Даниил Фурс. Ну, кстати, не самый свой яркий образ предложил мне обсудить с вами. Ну что? Ну здесь все, что я люблю. Спортивные штаны, классические ботинки, майка-алкоголичка, пиджак. Но честно, меня прям бесит эта сумка. Я, конечно, тот еще любитель поносить условно женские сумки, но эта сумка не только женскую напоминает, она просто сюда не подходит. Она немножко про тему боха, этно и что-то прям совсем такое повседневное. А здесь лук про спортивную эклектику. Я, наверное, что-то другое сюда предложил. Может быть, даже какой-то целлофановый пакет или сумку в виде пакета, например, у Баленсиага похожие были. Или, кстати, мусорную сумку, как у Баленсиага. Такую же даже самому сделать можно. В общем, Дань, все в целом симпатично, но сумка вообще не отсюда. Прям вообще убрать, заменить. Будешь хорошо работать, подарю тебе подходящую. А прямо сейчас добрый оракул Александр Рогов отгадает, сколько этот лук стоит. Стоит точно не дорого, хотя сумка, может, дорогая. Шуну, давай, как будто бы этот лук стоит дороже 30 тысяч. Ах ты, Даня. Ах ты, сукин сын. Обманул меня? Ну, ладно. Ну, сумка прям вообще не в тему. Пишите в комментариях, согласны или нет. Итак, на моем подписчике очки из Перехода за 200 рублей, майка-алкоголичка из Фамилии за 300 рублей, брюки-адидас за 1000 рублей, мюли-рендеву за 5000 рублей, сумка-фамилия за 1000 рублей, пиджак Зара за 10 тысяч рублей. Общая стоимость лука 17 тысяч 500 рублей. О, еще одна любительница ретро. Давайте посмотрим на снимок на экране. Мне здесь, на первый взгляд, вообще все нравится. Но вот сейчас я рассматриваю детали. И, наверное, я особенно хотел бы оценить эту кружевную прозрачную юбку, расшитую кристаллами с красными брюками. Очень классно выглядит вместе. Но вот сейчас я приблизил, понимаю, что обувь не из этой оперы, там какие-то переливающиеся блестящие туфли. Я бы вообще здесь поиграл в Total Red и добавил бы просто красные лаковые туфли-лодочки. Мне нравится шелковая блуза, но мне не нравится, что здесь вот эти оборки, как жабо. Было бы здорово, если бы это была блуза просто с красной лентой, или, возможно, какая-то очень простая, или, может быть, блуза-рубашка шелковая. Очень красивые бусы. Мне нравится, что бусины разного размера, но это вообще сюда не подходит. Я бы перенес эти бусы к луку, например, с каким-то твидовым жакетом и джинсами. Я бы поиграл в Total Red, убрал бы эти кресты из ушей, хотя они как будто бы оправдывают обувь, но уж слишком мелкие сережки, чтобы оправдать неподходящую обувь. И сделал бы такой залис волос назад, прям мокрую такую прическу. И красный рот. Вот. Этот лук стоит дороже 30 тысяч рублей. 10,397. Это очень хорошая инвестиция в гардероб. Самое главное, прислушаться к моим советам и все эти вещи разнести и носить по отдельности. Но юбка с брюками просто... Просто идеально, очень красиво. Итак, на моей подписчице блузка Lime за 1699 рублей, брюки Lime за 1999 рублей, юбка и индивидуальный пошив за 1500 рублей, сет из жемчужных бус за 2500 рублей, серьги за 1500 рублей, туфли Resort за 1199 рублей. И общая стоимость лука 10397 рублей. Так, по секрету вам расскажу. У нас в соседнем павильоне идет демонтаж. Там снимали рекламную кампанию бренда Lime. Lime мы любим. Терпели все время помехи по звуку. У меня 20 минут осталось на обсуждении. Давайте ускоряемся. Тем более у нас уже есть с вами традиция ускорения во время обсуждения луков подписчиков. Так, прям буду сейчас обсуждать то, что цепляет взгляд. Мужской лук с завязанным шарфом на сумке обсуждать не буду, но скажу, что фишка завязанного шарфа на ручке сумки очень прикольная. Единственное, что хочется в вашем случае, шарф чуть короче, вы не высокого роста. И вот этот длинный шарф вас прям прибил и сделал ниже. Прикольный женский лук синего плюс оранжевого. Очень симпатично все это выглядит. Носки, пальто, оверсайз, шапка, сумка. Все утверждаем. Мне не нравится ваше скучное нечто черное внутри. Какое-то рикотажное платье. Вот внутри что-нибудь поинтереснее. Или пальто закрываем. И тогда придирок не будет. Следующий лук. Девушка, которая явно только закончила институт, а выглядит, как будто бы она в этом институте уже 25 лет преподает. Ну что это за возрастной лук? Вот этот верх в стиле 80-х. Ну прям вообще. Вы такая хорошенькая. Ну пожалуйста, увлекитесь современной модой. Вот это вообще не то. Хотя, возможно, вы пытались угодить преподавателям, придя на защиту диплома вот в таком сдержанном образе. Лук стоит наверняка недорого. Вот жакетик, возможно, достался от мамы до 10 тысяч рублей. Шу, так? Жесть. 50-600? Итак, на моей подписчице блузка с баской Латушкина или Латушкина за 6500 рублей, очки за 1000 рублей, сумка за 5200 рублей, часы Майкл Корс за 25 тысяч рублей, брюки за 2900 рублей, туфли за 10 тысяч рублей. И общая стоимость лука 50 тысяч 600 рублей. Так, женский лук из лифта. Супер, пожалуйста, посмотрите его здесь. Все, что я люблю. Огромный пиджак. Единственное, что вот эти майки, имитирующие боди, уже немножко надоели. Просто белая алкоголичка или какой-то простой нейтральный топ был бы тоже здесь хорош. Отличный вариант. Мне нравится. Классная поза в лифте. Явно отработанная. У меня тоже в лифте есть отработанная поза. Давайте посмотрим в течение 10 секунд на мои лифта-луки. Раз, два, три, четыре, пять, долго шесть, семь. Давайте продолжим. Боже! Это фаворитка. Девушка с пышными формами, которая явно их не стесняется. Но даже если стесняется, не показывает этого. Здесь оранжевая мини-юбка, белая футболка, галстук, завязанный как шарф, объемный пиджак, бордовые носки, босоножки. В общем, супер. Я считаю, что это фаворитка выпуска. Я однозначно сейчас хочу сказать, что вы просто бомба. И наверняка лук недорогой. До 10 тысяч рублей. Ну ладно, 25549 тоже норм. Супер. Просто супер. Девочки, берите пример. И даже если вы обладательницы пышных форм, вы можете научиться их грамотно обыгрывать. Смотрите, красивые ноги, претензий к ним нет. Юбка короткая, ноги открыты. Как классно, жакетом мы скрываем лишнее. Не видно никаких пролеганий. Очень классная вот эта продольная полоса в виде галстука. Супер. Я, может быть, только хвост чуть повыше завязал бы. Не тут, просто чуть-чуть повыше. И вообще претензий нет. Гениально. И сумка еще какая-то там смешная, вязаная. Супер. Как вы зоветесь? Напишите. Хочу с вами дружить. Итак, на моей подписчице юбка Асос за 2700 рублей, лонгслив Найки примерно за 3200 рублей, папин жакет-пиджак за 15 тысяч рублей, галстук из секонда за 300 рублей, сумку сделала подруга своими руками, бесценно, носки Кальцедония за 350 рублей, сандали Страдивариус за 3999 рублей. Общая стоимость лука 25 549 рублей. Так, давайте сейчас быстренько листаю, потому что... Так, у нас здесь чита Джастин Бибер и Джастина Бибера. Ребята цитируют лук Джастина Бибера, который у меня в полном комплекте имеется. Это серый брючный костюм, объемный, розовая шапка, белая футболка и спортивная обувь. Это, кстати, мне кажется, лучшая стилизация под Джастина Бибера, которую я встречал, отбирая фотографии для этого обзора. Ребят, ну что вы, молодцы, хотелось бы, правда, пиджаки чуть побольше и обувь чуть позатейливее. Помните, у Бибера там кроксы, баленсиага такие огромные, здесь тоже хочется что-нибудь супер-супер массивное и брюки тоже пошире. Ну, это очень симпатично. Где шапку брали, кстати, рассказывайте. Я свою розовую купил в 18.11. Можете пересмотреть, кстати, этот обзор. Классный лук, девушка покрытая, волосы убраны, волосы показывать нельзя. Это очень красиво, очень красиво использован платок, какая красивая растяжка цвета, изумрудный бомбер, классные кеды, модная сумка, очки. И здесь просто все абсолютно уместно, очень красиво. Я даже посмотрел фотографии в вашем аккаунте. Вы прям, вы действительно стрит-стайл икона. Мне очень нравится. Это очень хорошо и по цвету, и концептуально, и по объемам, и по формам. Я считаю, что это очень дорогой лук, он стоит дороже 100 тысяч рублей. Молодец. Молодец. 60 тысяч рублей потрачен с умом. Очень хорошо. Итак, на моей подписчице бомбер резерв за 4500 рублей, юбка местного бренда, чтобы это не значило, за 7 тысяч рублей, сумка аркет за 25 тысяч рублей, кеды адидас за 14 тысяч рублей, колготки кос за 2000 рублей, платок сшитый на заказ за 2000 рублей, свитшот H&M за 1500 рублей, очки Les Packs за 4000 рублей, и общая стоимость лука 60 тысяч рублей ровно. Еще один хочу вам показать такой спорный лук. девушка в черной куртке, я, кстати, знаю, что это куртка бренда Рогов, в розовом свитере с высоким горлом, в очках Balenciaga, это я вижу, сумочка в руках CNS, это бренд, с которым мой бренд Рогов делал коллаборацию, если вы сумку не успели купить, то кто не успел, тот опоздал. Эта сумка не из коллаборации. Очень необычного кроя брюки-клеш, потому что они подстреленные, не совсем кики, но такие странные. И я хотел бы сказать, что мне нравится этот лук. Я понимаю, что у многих из вас сейчас палец у виска находится, что я сошел с ума, но мне нравится этот лук. Это немножко 90-е, это правильное очень цитирование, очень интересная работа с формами, и именно необычные длины клешоные брюки делают этот лук особенным. Я считаю, что он стоит дороже 30 тысяч рублей. У-ху! 124. Итак, на моей подписчице куртка Рогов за 28 тысяч рублей, свитер Презент Симпл за 19 тысяч рублей, брюки Осом Тусам за 20 тысяч рублей, казаки Вагабонд за 10 тысяч рублей, очки Баленсиаго за 41 тысяч рублей, сумка Си Энэс за 16 тысяч рублей, и общая стоимость лука 124 тысячи рублей. Давайте, просто очень много осталось еще образов, я просто хочу, чтобы вы знали, что мы правда все ваши луки отсмотрели, каждого обсуждали, я просто не могу весь выпуск посвятить каждому из вас, поэтому я предлагаю прямо сейчас устроить здесь пролистывание галереи. Например, лук с зебровыми колготками и топом, лук с розовой шапкой, как у Джастина Бибера, и очками, как от Баленсиаго, точно не Баленсиаго, лук в юбке-балоне с топом-сердцем мне очень приглянулся, лук в кожаной куртке с потертостями, вот именно такая куртка, как на этом фото, сейчас максимально актуальна, лук из лифта парня с пышными формами, но для меня здесь слишком много брендинга, здесь и Гуччи, и Валентина, и что-то там еще, Сен-Лоран, и слишком много всего, чуть меньше брендинга, брендинг сейчас уже не так актуален, очень красивый лук с горчичным пальто, единственное, что пакет целлофановый на фоне я убрал бы, и тогда вообще вопросов не было, и смотрите, как классно пальто по цвету со створками шкафа пересекается, супер лук с ботильонами в огнях от Vatman Vetmovitie Menz, и бомбер, видимо, дорогущий тоже, даже не буду отгадывать, сколько этот лук стоит, потому что знаю, что стоит дороже сотки, сто процентов, образ с объемным пальто в стиле бомжатском, очень мне тоже понравился, и классно, что это тоже парень с формами, который явно следит за модой, и очень прикольно одевается, объемные тренинги, классные кеды, объемное пальто, в общем, лук в моем стиле, поэтому лук в подборке и оказался. Очень красивый лук в стиле dark fashion, мне очень нравится девушка с этой короткой стрижкой под машинку, шелковая юбка, леггинсы со штрипками, какие-то меховые тапки, очень прикольный лук, прям рекомендую обратить внимание, и вообще dark fashion возвращается, его все больше и больше цитируют какие-то известные люди, которые раньше одевались максимально попсово. Очень интересное мужское прочтение высоких перчаток, я думаю, что это даже не перчатки, а это боди с перчатками, смотрите, классные джинсы, футболка, перчатки, белые кеды, но я предложил бы джинсы еще шире, это вот то, о чем я вам говорил, компактный верх и супер широкий низ, и от этого же парня еще один лук, просто офигенный, вот это очень классный колор-блокинг, игра с объемами, белый пуховик, кардиган лавандовый, зеленые брюки, белая рубашка, и было бы классно, чтобы обувь была не черная, хотя, возможно, черная обувь круто этот образ успокаивает, офигенно. И закончим образом с красным пальто, я обожаю красный цвет, красный цвет фаворит сейчас не только у меня, одно выступление Рианы в красном на супер боул, многого стоит, доказывает то, что красный цвет максимально сейчас актуален. На этом образе мы видим красное пальто, замиксованное с брючным мужским костюмом серого цвета в тонкую полоску, я не уверен, что нужно было бы заправлять брюки в ботильоны, потому что приемчик этот немножко уже устарел, я думаю, брюки в пол тоже смотрелись бы классно, и красная сумочка, ну, бог с ней, пусть там будет красная сумочка. И напоследок, давайте попробую отгадать, сколько этот стоит лук, лук этот в целом точно могу похвалить, ничего сверхъестественного, но неплохо. Лук стоит до 30 тысяч рублей, дороже 20. Ну, почти угадал. Итак, на моей подписчице винтажное пальто из Франции за 10 тысяч рублей, мужской винтажный костюм за 5500 рублей, сумка бренда Reframe за 10 тысяч рублей, ботильоны Reserved за 2500 рублей, очки H&M Savita за 300 рублей, футболка российского бренда Will's Youth за 3300 рублей. Итого, общая стоимость лука 31 600 рублей. Спасибо вам большое, что вы были со мной, что вы слушали эти шумы за стеной, которых, возможно, вам и не было слышно, просто наш звукооператор чуть с ума не сошел. Итак, бренду Lime спасибо за помехи, вам спасибо за внимание, за участие. С вами был Александр Рогов, меховой калачик Юрий, который все это время лежал у моих ног. Я с вами прощаюсь, до встречи на Rogov Live, пишите комментарии, будьте собой, одевайтесь как нравится вам, и даже если это не нравится мне, это не значит, что это плохо. Я вас люблю и живем по средствам. Пока-пока.